Привет всем гостям и подписчикам, рад видеть вас на канале Медуза Чайный Гаджет. Меня зовут Сергей Пономаренко. К сожалению, война в Украине сейчас сделала невозможной доставку с Алиэкспресс и обзоры смартфонов пока приостановились, поэтому по возможности постараюсь выпускать хотя бы новостные ролики. Компания Vivo сейчас разошлась не на шутку и представляет новинки одну за другой. Новые линейки с раскладным фолдом, с фаблетом Note и теперь пришло время представить самую главную флагманскую линейку компании. Vivo показала сразу два флагманских смартфона – X80 и X80 Pro. Отличий между ними не так много и наличие второго устройства, несмотря на более продвинутые характеристики, вызывает определенные вопросы. Внешне смартфоны выглядят очень похожими. Судя по тем фотографиям, которые есть в сети, разница заключается только в площадке, куда интегрированы камеры. У X80 Pro там находится дополнительный модуль телефотокамеры. В обоих случаях установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюймов от Samsung с частотой обновления изображения 120 Гц. Vivo X80 Pro получил дисплей с разрешением 1440 на 3200 точек, тогда как у обычного X80 лишь 1080 на 2400. Стоит отмечить, что рамки Pro-версии слегка тоньше, чем у обычной. Также разница заключается и в габаритах смартфонов. X80 на 3 мм тоньше, чем Pro-версия. X80 Pro, кстати, получил ультразвуковой сканер отпечатка пальцев встроенный в дисплей. У обычной версии дактилоскоп попроще. Оптический он также встроен в дисплей. Обе версии доступны в трех цветах – черный, синий и оранжевый. Оранжевая версия, как и год назад, сделана из эко-кожи. Следующее отличие заключается в начинке. У Vivo X80 установлен флагманский MediaTek Dimensity 9000. У X80 Pro более привычное сердце – это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Но стоит отметить то, что у X80 Pro есть версия также и на Dimensity 9000. Покупателям Vivo X80 доступно на выбор четыре версии. 8,128, 8,256, 12,256 и 12,512 ГБ. У X80 Pro версий всего три – 8,256, 12,256 и 12,512. Аккумулятор обоих смартфонов состоит из двух ячеек. Это позволило реализовать быструю зарядку мощностью 80 Вт, относительно безопасную для смартфона. Условная емкость аккумулятора X80 составляет 4500 мАч, а у X80 Pro объем побольше – 5000 мАч. Судя по всему, только у старшей модели реализована поддержка беспроводной зарядки, при этом ее мощность составляет 50 Вт. Основная камера в обоих смартфонах делает снимки разрешением до 50 Мп. Однако, общее тут лишь это. Vivo X80 получил матрицу Sony IMX 866 на 50 Мп, а Vivo X80 Pro получил эксклюзивную матрицу Samsung ISO Cell. Разрешение также 50 Мп, но вот только размер этой матрицы чуть больше, чем у обычного X80. Камеры получили матричную стабилизацию и оптику CES. Пока смартфоны представлены только в Китае, в продаже они появятся уже 29 апреля. За Vivo X80 просят от 565 долларов, за Pro версию от 840. Появятся ли смартфоны официально в продаже за пределами Китая, пока неизвестно. Пару недель назад компания показала Vivo X Note. Этот смартфон немного больше серии X80 из-за размера своего дисплея в 7 дюймов с оптическим сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера у Vivo X Note делает снимки в разрешении 16 Мп, а у X80 про 32 Мп. Цена же чуть выше, чем у X80 про, примерно 915 долларов. И это все отличия от Vivo X80 про. У них одинаковые камеры, один и тот же Snapdragon 8 Gen 1. Они продаются в одинаковых версиях памяти. Зачем Vivo выпустила два очень похожих смартфона с минимальной ценовой вилкой, пока не очень ясно. Возможно эти линейки будут предназначены для разных рынков. Лично мне очень интересно наблюдать за развитием этой линейки, так как у меня тоже телефон Vivo X60. И я им просто нереально доволен, особенно в плане камеры. Напишите ваше мнение в комментариях по поводу этой новинки и не забудьте подписаться на канал. С вами был Сергей и канал Медуза Чайный Гаджет. До новых встреч, всем пока!